Всем привет! В прошлом видео мы говорили о структуре ЕГЭ по английскому языку за 2020 год. А сегодняшнее видео мы хотим посвятить восьми советам, которые помогут вам написать сочинение рассуждений на заданную тему в части письмо. Если вам нравятся подобные видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Мы стараемся сделать наши видео максимально полезными для нас. Для вас. Для нас, конечно, тоже. Итак, первый совет, с которого хочется начать. Внимательно следуйте инструкциям. Инструкции затрагивают два важных момента. Например, объем сочинения. Обычно он от 200 до 250 знаков. Что это значит? Это значит, что у вашего сочинения есть нижняя и верхняя граница, за которые переступать нельзя. Если вы переступите, то ваше сочинение не будет оцениваться вовсе. Второй момент. Следуйте тому плану, который представлен в задании. Например, в 2020 году сочинение состоит из трех частей. Первое – это introduction, то есть вступление. Вторая часть – three body paragraphs. Это основная часть из трех абзацев. И последнее – conclusion, заключение. Второй совет. Сделайте хорошее вступление. Как его сделать? Нужно своими словами, не изменяя темы, рассказать о заданной проблеме. Для этого вы можете использовать paraphrasing. Используйте синонимы. Например, вы берете тему Слово valuable, ценный, важный, можно заменить на important, major, significant. Think можно заменить на factor, aspect, element. Teenager можно заменить на множественное young people. Также можно изменить порядок слов. The most important thing for young people is education. Третий совет. Сначала напишите план вашего сочинения. Напишите по одному предложению для каждого из абзацев, основную мысль. И следуйте этому плану. Это поможет написать вам логичное, последовательное сочинение, избегая путаницы. Четвертый совет. Больше читайте. Конечно, понятно, что не художественную литературу. Чтобы подготовиться к ЕГЭ, нужно читать сочинения, рецензии на фильмы. Например, на сайте BBC вы можете найти рецензии на фильмы, книги, какие-то статьи по искусству. Обращайте внимание, как в этих статьях раскрывается тема. Понятное дело, вы, скорее всего, не будете это делать. Ну, может быть, кто-то и будет. Кстати, можете оставить в комментариях, что вы считаете подходящим чтилом для подготовки к предстоящему ЕГЭ. Пятый совет. Учите вводные слова. Те слова, которые помогут вам выразить ваше мнение. Например, Таких слов очень много. Если вы не знаете, где такие фразы брать, то подписывайтесь на наш Инстаграм. Мы часто устраиваем разборы и даем просто посты на такие темы. Совет номер шесть. При распределении времени обязательно оставьте время для проверки вашего сочинения. Лучше написать чуть больше нижней границы и иметь время для проверки, чем написать так много, что не успеть проверить. Можно ошибиться в очень знакомых словах и потерять драгоценные баллы. Совет седьмой. Избегайте скучных слов. Это такие слова, как Просто разнообразьте вашу речь уже сейчас. Учите слова с синонимы и взаимозаменяемые слова. Ну и последний, восьмой совет. Начинайте подготовку к экзамену уже сейчас. Немедлите. По ссылке в описании вы можете записаться на бесплатный пробный урок, и наши преподаватели помогут вам подготовиться к ЕГЭ. Не воруйте у себя время. Прямо сейчас записывайтесь на бесплатный пробный урок. С вами был Англиш Шоу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok